Ну что, друзья, всем привет! Хочу вам рассказать про покрышки, на которых я езжу. На самом деле было много вопросов. Многие спрашивали, на чем ездит наша команда с Акалинодоро Парк. Мы все выбираем покрышки Мицелин. Конкретно задняя покрышка 140 на 80 с 500 и передняя покрышка 90 на 100. Обычная, но в целом, что хочу рассказать именно про заднюю покрышку. Выглядит она вот так вот. В чем у нее плюс? Во-первых, она фимовская. На ней можно ездить в международных гонках. Такие как Романьяк, такие как 111 мегаватт и так далее. Второй ее огромный плюс в том, что она отлично держит в любых условиях. То есть это дождь, либо это же мокрый грунт, либо же это отсутствие держака. На этой покрышке всегда есть хорошее управление. Также в чем ее самый главный плюс? В том, что когда мы вставляем мусс, мы едем на очень маленьком давлении, при этом покрышка не гуляет. И мотоцикл не ведет себя как пьяный. Просто когда ты едешь на муссе, на сплющенном, у тебя мотоцикл вот так делать на ходах, на этой покрышке такого нет. За счет того, что у нее по бокам жесткий корт. Также преимущество этой покрышки в том, что у нее довольно-таки высокая шашка. Даже при том, что она фимовская. И за счет этого она очень классно цепляется за всякие корешки, за всякие там... Ну, в общем, в труднодоступных местах у вас не будет проблемы с этой резиной. Что хочу рассказать по переднюю покрышку. Передняя покрышка, она большая. Но за счет этого она очень классно тормозит. Когда я ехала в Геленджике гонку, я пробила заднюю покрышку, ехала на камерах. И меня спасало только переднее колесо, потому что благодаря нему я тормозила. То есть, в принципе, мы хватаемся за передний тормоз, и у нас нет подлона. То есть, мотоцикл ровно просто тормозит. Я считаю, что это просто какой-то ноу-хау. То есть, я раньше не испытывала таких классных ощущений, когда тормозила передним тормозом на спусках. И что еще хочу сказать про метели. В целом, я была год назад на заводе. Ну, на самом деле, очень интересная экскурсия была. Я бы за то, если вам показала видео оттуда, но там запретили снимать, чтобы технологии не рассказывали. Что бы вам еще рассказать про покрышку. Когда в Геленджике я пробила себе колесо, то я на нем приехала практически 70 километров, просто тупо на ободе. Самый главный плюс, потому что покрышка реально долго ходит. В прошлом году мы тренировались в горах больше месяца. Мы проехали две гонки и кучу тренировок. И при этом, что у меня, что у ребят с командой, покрышка особо не перестала работать. То есть, она стерлась, мы ее подрезали, мы ее реанимировали. При этом покрышка даже на стертой шашке хорошо цепляется за любой группу. Что немаловажно. Помимо этого, в Москве я не меняла покрышки. Я на той же самой резине тренировалась в кроссе. В принципе, держит. Конечно, не так круто, как кроссовая резина, но она в принципе держит. То есть, нет такого, как на других супермягких покрышках, когда ты едешь вот так постоянно. Поэтому, ребят, ну, в целом, ноу-хау вот она. Есть более жесткий компаунт у покрышки у стоковой, который идет на КТМ 6 Days. Она, в принципе, более универсальная. На ней можно тубасить очень быстро, на ней можно ездить хоть, не знаю, большие прохлаты. И она меньше стирается, но при этом не так круто работает. Поэтому пробуйте, пишите отзывы. Буду рада почитать комментарий.